здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу маршала макклюина понимание медиа уже сейчас на бусте для подписчиков доступен отзыв на книгу мишеля шиона звук переходите по qr-коду подписывайтесь и смотрите этот отзыв который на ю тубе выйдет через две недели у чтения этой книги довольно непростая история начал я ее читать еще 2017 году кажется в конце лета начале осени и с тех пор я потихоньку то откладывал брал другие книги то снова возвращался к этой книге читал по одной главе в месяц а может быть и реже и вот наконец-таки я ее закончил сама книга была впервые опубликована в сша в 1964 году зачитаю оглавление часть 1 введение глава 1 средства коммуникации есть сообщение глава 2 горячие и холодные средства коммуникации глава 3 обращение перегретого средства коммуникации в свою противоположность глава 4 влюбленный в технику нарцисс как наркоз глава 5 гибридная энергия глава 6 посредники как переводчики глава 7 вызов и коллапс немезис креативности часть 2 глава 8 устное слово цветок зла знак вопроса глава 9 письменное слово око за ухо глава 10 дороги и маршруты движения бумаг глава 11 число профиль толпы глава 12 одежда наша разросшаяся кожа глава 13 жилище на новый взгляд и новое мировоззрение глава 14 деньги кредитная карточка бедняка глава 15 часы аромат времени глава 16 печать как на нее клюнуть глава 17 комикс вестибюль мед ведущий к телевидению мед как сумасшедший глава 18 печатное слово архитектор национализма глава 19 колесо велосипед и самокат глава 20 фотография бордель без стен глава 21 пресса управление посредством утечки информации глава 22 автомобиль механическая невеста глава 23 рекламные объявления стремясь не отстать от соседей глава 24 игры расширение человека глава 25 телеграф социальный гормон глава 26 пишущая машинка вступая в век несгибаемой прихоти глава 27 телефон звенящая латунь или звонящий символ знак вопроса глава 28 фонограф игрушка которая ужала национальную грудную клетку глава 29 кино мир намотанный на катушку глава 30 радио племенной барабан глава 31 телевидение застенчивый гигант глава 32 оружие война икон глава 33 автоматизация учиться жить м.к. вавилов о маршире маклюйне комментарии указатель имен здесь у меня книгу вот в таком твердом переплете здесь чистого текста примерно 450 страниц и казалось бы немного и как я уже говорил в предыдущих отзывах читая по 10-15 страниц эту книгу можно одолеть за квартал в принципе но что-то мешало мне это сделать поэтому чтение этой книги тянулось достаточно продолжительное время и маршал маклюйн в книг в книге говорит о том что медиа это посредник между двумя людьми или между двумя устройствами как мы знаем между двумя девайсами если у нас есть допустим два телефона то между ними медиа может быть что провод вай фай bluetooth интернет и так далее маршал маклюйн выделяет следующие посредники радио телефон телевидение газеты телеграф почтовая связь в начале двадцать первого века у обычных людей уже есть доступ в интернет к началу десятых годов двадцать первого века появляются смартфоны и другие гаджеты планшеты наручные часы с выходом в интернет и так далее маклюйн еще тогда в шестидесятых годах двадцатого века заметил что средства коммуникации медиа как он говорит делятся на холодные и горячие горячие средства это такое средство коммуникации которое расширяет одно единственное чувство до степени высокой определенности радио допустим расширяет что слух высокая определенность это состояние наполненности данными горячие средства коммуникации оставляют аудитории не очень много простора для заполнения или довершения горячие средства характеризуется низкой степенью участия аудитории а холодные высокой степенью и ее участие или достраивание до недостающего по маршалу маклюйну горячие средства коммуникации это радио фотография алфавит бумага граммофон лекция книга холодные средства коммуникации это телевидение комикс телефон речь и эрографическое идиографическое письмо камень который используется для письма семинар диалог маклюйна можно назвать одним из тех кто предвидел нашу информационную эру что появится еще другие средства коммуникации и одна из мыслей маклюйна заключается в том что средства коммуникации есть сообщение если по-английски то это очень коротко media is a message давайте поговорим об этой фразе например но сейчас почти у каждого человека в то почти наверно уже во всем мире есть хотя бы один смартфон и он может принимать sms звонки на телефон звонки и сообщения на ватсап сообщения в контакте телеграме других социальных сетях и каждая из перечисленных является отдельным медиа средством коммуникации и приведем такой пример например вы получаете sms от одного из контактов в вашей телефонной книге почему этот человек выбрал именно такой способ коммуникации с вами почему именно sms почему не сообщение почему не позвонил почему не отправила сообщение на всем ватсап telegram когда вы точно знаете что эти средства коммуникации у него есть почему он выбрал именно sms сейчас как мы уже знаем в россии в крупных городах sms приходит от кого допустим сообщение о том что у вас есть дополнительные бонусы в каком-то магазине или предложение по кредитам от того или другого банка или сообщение о входе в интернет банк с паролем доступа то есть sms ки стали больше техническим средством коммуникации между техническими системами то есть у нас есть техническая система приложения банка на смартфоне у нас есть сервер банка где-то вдали от нас и когда мы заходим в это приложение на смартфоне этот сервер посылает sms q чтобы мы посредством это sms ки то есть это этого средства коммуникации этого медиа подтвердили заход в бар банковское предложение а тут вы получаете смс от человека соответственно задайте вопрос а почему так почему он выбрал именно это средство коммуникации а не какое-то другое те же самые вопросы мы можем задать по отношению к любым другим средством коммуникации например еще сохранились доски объявлений которые висят на подъездах домов куда каждый клеит свое объявление мы можем задаться тем же самым вопросом почему тот кто повесил объявление выбрал именно это средство коммуникации а не допустим объявление на авито циане допустим тот кто продает квартиру и развешивает эти объявления почему так и соответственно задавая хотя бы самому себе такие вопросы мы уже будем и размышляя над ними над этими вопросами и над ответами которые мы сами себе даем мы будем приближаться к пониманию медиа не в том обширном не в том обширном виде в котором она была представлена маршалом маклюином я рекомендую эту книгу к прочтению и некоторые люди от кого я узнал про эту книгу читают ее регулярно то есть они заканчивают читать проходит допустим год они ее снова берут и читают и находят там все новое и новое и новое возможно через 10 лет я еще раз возьму эту книгу и прочитаю на этом я завершу этот короткий отзыв пожелаю вам всяческих успехов и до новых встреч и и и